Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь рады встретиться с вами в нашей студии на программе «Вопрос служителю церкви». И сегодня в гостях у нас служитель церкви Иван Фёдорович Томайлы, которому мы и адресуем сегодняшний вопрос. Здравствуйте, Иван Фёдорович! Здравствуйте! Благодарю вас! Именно для вас сегодня вопрос. Прежде спрошу, когда-то было, что вы в какой-то период жизни не работали в зрелом возрасте? Я не припомню такого случая в моей жизни. Такое время безделия, вынужденного, добровольного, такого не было, да? Не было такого. Потому что закон предписывал всем работать. Ну да, была статья, это наказуемо было. А иногда вот есть возможность. Сегодня, пожалуйста, кто хочет, тот работает. Другая крайность. Нет, так нет. Так вот, бывает, что люди какое-то время не работают. Вот как к этому относиться? У них разные возможности при этом. И ситуацию той семьи, которую нам вот сегодня пишут. Анна присылает нам этот вопрос. Вот давайте разберем именно эту ситуацию. Вот она описывает семью. Какой вопрос у нее? Как правильно поступить в семье в такой ситуации? Муж не работает уже полтора года. Не считая эпизодических левых колымов. Финансовую семью он не обеспечивает. Однако покупает продукты на деньги бабушки. Живет семья тоже с бабушкой в доме. Коммуналку не платят. Первые полгода, как супруг уволился, жена молчала. Вторые полгода молчала в очень сильном ожидании. Последние полгода настоятельно просит выйти на работу. Возможность выйти есть. Предлагали. Но супруг на них не откликнулся. Как ей правильно отреагировать на ситуацию? Сын растет. Стоит ли самой активно заниматься финансовым обеспечением себя и сына? Или продолжать ждать? Чего ждать? Спрашивает Анна. Вот как в семье поступить в такой ситуации? Муж не работает. Муж – глава семьи. Давайте начнем с этого. Должен быть. Иногда не всегда так получается. Мы определим Богом, чтобы быть главой семьи. А, тогда библейская позиция, что муж… Библейская позиция, да, да. Да не только это. Во всех нормальных цивилизионных странах все понимают, что все-таки муж – глава семьи. А коль муж – глава семьи… В некоторых странах вас за это накажут. Равноправие. Вы понимаете, как дело… Глава семьи – это не говорит о каком-то преимуществе. Это совсем другой вопрос. Но я как раз возвращаюсь к нашему вопросу. Вы хотите больше не о преимуществе, а об обязанности поговорить? Да, почему? Потому что почему-то многие мужчины вот это выражение «муж – глава семьи» воспринимают как какой-то приоритет и чувство превосходства над женой. Но забывают о том, что глава, быть главой семьи – это несет на себе очень большую ответственность. Почему? Потому что глава семьи несет на себе в основном всю ответственность за обеспечение, сохранение всей своей семьи. И поэтому он является главным добытчиком средств для семьи. Для содержания семьи. Так, хорошо. А для того, чтобы быть им, он должен что? Он должен иметь всегда постоянную стабильную работу. Хочу вам сказать, что женщины, они все хотят видеть в своем муже, любая эта жена, в своем муже гарант стабильности. А этот гарант стабильности только тогда, когда у человека есть постоянная работа. Когда человек зарабатывает определенные средства, которые, по крайней мере, могут содержать его семью. А здесь, конечно, мы видим такой другой ситуации. А мы видим вот такую ситуацию. А не нужно, поскольку финансово… Зависит. А не зависит. Но в то же время семья-то обеспечивается. Возможно, как? Ну, бабушка. Видимо, бабушка, допустим, мужа. Он что смог? Сделал. Он, скажем, привел семью в сытое место. Ну, а зачем работать, если есть что покушать? Вы знаете, человек может в определенное время так складывать обстоятельства, что он может не работать. Так может получиться. Ну, либо там компания, где он работал, разорилась, так. И нет возможности так, потому что она полностью разводилась. Человек по каким-то определенным обстоятельствам тоже потерял работу. И когда, потеряв работу, он некоторое время находится в состоянии поиска места работы. Но это может быть, понимаете, может быть месяц, может быть два. Вот если бы вы остались без работы, вы бы думали о таких промежутках времени? Ну, не больше. Почему? Потому что все-таки семья – это раз. Во-вторых, в данном случае, что они, почему-то эта семья опирается на пенсию бабушки. Что видим, что бабушкам как-то живут с бабушкой, и на ее средства они… Ну, а чем плохо, честно говоря? А в чем проблема? Честно говоря, далеко не каждому так везет. Есть бабушка, может быть, с неплохой пенсией. Она предоставляет жилплощадь. Коммунальную даже они не платят. Ну, вот живи не хочу. Первое и самое главное – бабушка не вечно. Да, раз. Самое первое тогда. Теперь, такой отец. Какой пример подает своим детям? Сын растет, да. Вы подметили правильно. Сын растет. Надо воспитывать как-то. Да. Человек не работает. Понимаете, как это иждивенство. Такое. Жить на чью-то зарплату или пенсии. Да, это… Есть понять тунеядство. Ну, как? Есть просто не работать. Была такая статья, между прочим. Да. Тунеядство в советское время, и он изъяли уже с уголовного кодекса. Когда человек не работал три месяца, более трех месяцев, его как раз возбуждали в уголовное дело, и человека сажали на два года. За тунеядство. Поэтому ты обязан был работать. Поэтому в советские времена как-то вот эта статья, она регулировала. Хочешь ты, не желаешь ты, не желаешь ты, обязан где-то работать. Числисты хотели. Числисты. Все люди работали. Не было безработных, все работали. Но когда уже поменялся строй, система, эту статью изъяли, хотя часто есть попытки. Смотрели, вот, что некоторые понимают, что снова ввести статью от унеядства, между прочим. Уже неоднократно поднимается этот вопрос. То, понимаете, как люди, коль нет закона, то ли сами себе закон. В данном случае, видите-ка, нашли такое применение. Хорош. Приспособие. Да, ну, подсели к бабушке и, как говорится, находятся на ижедвине. Совершенно мы не знаем реакцию бабушки. Ведь есть бабушка, которая сама воспитала так сына, внука, что у нее на шее потом садится. А есть бабушка, очень недовольная такими вещами. Мы не знаем. Но тут вопрос вообще, должны ли мы зависеть от этого. Даже если она одобряет это. В основном, хочу сказать, пожилым людям это не нравится. Вот такое ижедвенческое отношение в основном не нравится. Они другой закалки. Они другой закалки. Они знают, как эта копейка, как говорится, каким образом она пришла. С потом, как говорится, из крови пришла. И поэтому, когда они видят, что на нее, как говорится, насилие на ее пенсии. И молодые люди как раз здоровые физически и могут работать на эту работу, конечно, им не нравится. Но они вынуждены считаться, хотя и не нравится в основном им это. А может быть, она делает медвежью услугу, как говорится. Ведь если, знаете, с детства можно вот так вот воспитывать человека и так вырастить человек, ожидая, что если что, у меня есть всегда запасной вариант. Ну, одно дело, когда, допустим... Ну, это опять-таки составляет исключение. Одно дело, если она внука так воспитала, еще с детства так. А другое дело заключается в том, что как раз наоборот. Она может быть по-другому воспитали. А здесь ему хорошо, ему хватает, ему и его семьи. Но все-таки человек должен, рано или поздно, такой мужчина должен прийти к положительному решению своего финансового состояния семьи, потому что это может привести к плохим последствиям в семье. Ну, бабушке не станет, иссякнут все источники, так скажем, вот их средств, так. А если он уже привык, кстати, он не захочет идти на работу. То есть можно отвыкнуть работать. Можно отвыкнуть работать. Полтора года. И он, такой мужчина, он вергает свою семью в нищенство. Это в нищенство. И может дойти до того, что вот эти вот перерастет это в конфликт семье и к тому, что семья развалится. А другой вариант. Вот бабушка не против, допустим. Нет вот этой идеи, что я сижу на шее против чьей-то воли. Так вот присосался, да, что-то забирай. Она не против, она состоятельная. Более того, бабушка, можем взять вообще так, ну, образно. Это не бабушка, а еще что-то. А может, это не бабушка, а родители, допустим, тоже. Они еще долго будут жить. В этом случае, вы считаете, это так же плохо и ненормально, что мужчина так живет? Никого не обижая вообще-то. Независимо от того, кто это, бабушка или родители, даже если они и состоятельные, даже и состоятельные, то ни в коем случае не нужно поощрять вот такое отношение к деньгам. Я вам только простой пример. Как-то мы еще в начале 90-го были на Аляске, как мы жили в Хабаровске и были в гостях на Аляске. И там как раз наших друзей, у нее был книжный магазин. И вот интересно, а нашему младшему сыну, Игорю, тогда было где-то порядка 7 или 8 лет. Ей хотелось этому дать ребенку нашему деньги определенные. И она, ну, интересно, как она построила. Вот что значит мудрая женщина? Она говорит, подошла ко мне и говорит, я хочу, говорит, ему дать деньги, но хочу, чтобы все-таки он их заработал. И она подходит к нему и дает ему определенные задания, ничего не обещает ему. Вот сделай вот это, вот это, вот это у меня в магазине. И он, так скажем, он сделал все как нужно, все потом еще, говорит, мне спасибо, вот тебе, говорит, она вытаскивает деньги до этого. Хочу заплатить тебе. Да. Ты мужчина-добычник. Вот, понимаете как, и мне все-таки нравится, что вот во многих цивилизованных странах, независимо какие, так скажем, состоят ли родители, они приучают детей становиться добытчиками средств. Они учат их, как нужно зарабатывать. И когда ребенок будет научен и воспитан, как правильно зарабатывать деньги, и как они достаются, то такой не будет годами сидеть на чьей-то шее, считая, что зачем мне работать, когда родители состоятельные, бабушки состоятельные, и нам хватит, и мне хватит, и моим детям, и моим внукам. Ничего подобного. Если так думали самые вот эти богатые люди, даже миллиардеры, то их потомки... Кстати, те, кто были очень состоятельными, и когда их дети поступали подобным образом, их состояние приходило в упадок, и они разорялись, и превращалось в ничто. Даже самые такие очень богатые люди. То есть вы поддерживаете идею, что даже если я миллиардер, мой ребенок все равно должен не просто получать, я ему выдаю и выдаю деньги, а он должен как-то приложить старания, понять цену, да? Он должен научиться зарабатывать деньги для того, чтобы в последствии содержать свою семью. А вот другая ситуация, если этот сын миллиардер, он так и живет до конца жизни, и он знает, что ему хватит денег, все равно что-то теряет мужчина, который ничем не занимается. Он теряет свое предназначение как мужчина, как глава семьи, и как тот, кто все-таки... на которого должна опереться семья. Кстати, когда человек перестает работать, он перестает становиться мужчиной, между прочим. И вы меня извините, но он какой-то непонятно кем. То есть он, скажем так, он получается человек недеятельный, он ничего не созидает. Да, да. И даже для того, чтобы все это сохранить, себя как мужчина, на котором, так скажем, на котором ответственность большая по отношению к семье, даже ради этого нужно идти работать, даже если и не нуждается семья в деньгах. Известны случаи даже, когда, например, сын какого-то богатого человека, но без денег, да? А другой бедный, но на себя работает. И вот девушка предпочтет, как мужа, более деятельно, он ей интересен, как мужчина. Да, да. Я могу выйти замуж, да? Не за бабушку, а за мужа, да? Точно, правильно. Хорошо. Как, вопрос, как ей правильно реагировать на ситуацию? Она должна активно побуждать, капать на мозги, но это иногда не приводит ни к какому результату положительному, да? Уйти от такого мужчины. Что она может сделать? У нее сын растет, который приучится, что он вырастет, это будет за счет мамы теперь жить. Я считаю, что все-таки она должна с ним серьезно поговорить. О чем? О чем что? Ну что, ему нужно трудоустроиться. Ну она же не может начать вот так вот повелевать что-то ему. Ну не повелевать, но по крайней мере... Почему? Потому что если не будет серьезного разговора о его трудоустройстве, ранее или позднее разговора будет, ну будут совсем другие последствия, будут совсем другие последствия. потому что она терпение, ее придет конец все равно, предел будет. Ну да, когда не станет, например, бабушке, реально она не столкнулась... Предел будет. Но тогда будет намного сложнее этот вопрос решить. Чем быстрее, и чем раньше она, это так скажем, возьмет в свои руки, чтобы этот вопрос попытаться с мужем разрешить, так, тем легче будет для нее. Потому что... Ну нигде не одобряется вот эта вот ленность. Ну хорошо, допустим, она поговорила. Получилось, что нет реакции. Она должна ему искать работу. Она должна себе искать работу. Она должна до последнего не сдаваться и верить, что он будет ее обеспечивать. Либо приходит какой-то момент, и тогда женщина должна взять в свои руки и понимать, даже не свою она выполняет роль, но все-таки работать самой уж. Влад, но когда наступает этот момент, а он наступит рано или поздно даже в этой семье, то извините, но тогда она, беря все функции на себя, женщина в основном приходит, зачем такой мужик мне нужен? Коль я... Да. И, кстати, я знаю примеры, когда все разваливается в семье, он остается каким-то там маменьким сыночком или жалким, несчастным, который только себя жалеет. А что вы сделали же? А все-таки вот в такой ситуации, может быть, вы действительно сталкивались и вам реально они попадались. Вы когда-нибудь советовали развод как решение вопроса? Развод я не советовал, но я в таких ситуациях все-таки, когда мне говорили, я это... приглашал. Я разговаривал с ним как мужчина с мужчиной. И были случаи, которые все-таки помогли. Так может быть, действительно ей хорошо бы вот такую возможность найти, чтобы был кто-то, мог бы поговорить уже с ней? Обязательно. Но и этим может быть священнослужитель, который имеет определенный опыт и... Какой-то авторитетный для него человек. И это как раз поможет в данном случае вот этот авторитет священнослужителя и опыт его, совет, который он дает, они все-таки помогают в разрешении этой проблемы. И в любом случае, наверное, не стоит, чтобы она воспринимала это все как норму, каватрируя его на дальнейшем. Ни в коем случае. Не нужно ей, как говорится, в это ярмо себя втягивать. Большое спасибо, Иван Федорович, за ваш ответ. Друзья, спасибо и вам за ваше внимание, за ваши вопросы. С вами была программа «Вопрос слушателю церкви». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин